Пожар вспыхнул в считанные секунды. Говорят, хорошая была крыша, сухие перекрытия воспламенились как спичка. Горело больше двух тысяч квадратов. А при тушении квартир 30 залили водой. Восстанавливают до сих пор. Люди только сделали ремонт, а некоторые купили квартиру в ипотеке. И сейчас вот как? Это вообще бедные люди. И все же не просохло. Все и в кухне, все это самое. Шлак-то намок в коридоре. Этот дом находится в управлении ТСЖ. Ремонт крыши должен был лечь на плечи собственников. Но на момент ЧП на балансе было чуть более миллиона рублей. С каждой квартиры пришлось бы собрать по 100 тысяч рублей. Власти города приняли экстренное решение выделить 11 миллионов из резервного фонда. И поставили задачу полностью отремонтировать крышу к 1 октября. Такой вид работы, в котором учесть все практически невозможно. Поэтому в защиту подрядчика хочу сказать, что есть объективные причины. Тот объем старого утеплителя, который мы изначально предполагали и закладывали в наши контрактные отношения, он оказался гораздо больше. Работы по восстановлению крыши на доме Северо-Волосихинская 60 на сегодня практически закончены. Угроза затопления жителей верхних этажей осадками устранена. Сейчас убирают старый утеплитель, устанавливают водосточные трубы, декоративные элементы. Шлак заменят на современную минеральную плиту. Она легче, лучше держит тепло и не боится воды. А квартиры жители обещают, теперь будут просыхать быстрее. Сейчас крыша закрыта. Отопление мы дали как можно раньше, чтобы квартиры просохли, чтобы люди начали поваленьку восстанавливать свое имущество, делать ремонты. На крыше планируют установить новые карнизы. Боятся, что зимой будет заносить снег. Но на это, возможно, понадобятся средства уже жителей. Карниз – элемент декоративный, пояснили власти города. Подрядчик же обещает закончить ремонт крыши в течение ближайших двух недель. Евгения Даровская, Алексей Фризин. День с толком.